Всем привет! NHL.com.ru в ежедневном обзоре рассказывает о том, как российские хоккеисты проявили себя в матчах игрового дня. Евгений Свечников впервые в сезоне набрал два очка за игру и помог Виннипегу одержать волевую победу над Резоной. В середине первого периода нападающий сделал счет 2-1, забив свой пятый гол в сезоне. А на шестой минуте третьего периода при счете 3-3 сделал роскошный пас на Кайло Коннора, который забил победный гол и в гонке снайперов с 32 двумя шайбами догнал Александра Овечкина. Взлет Свечникова напрямую связан с его возвращением в тройку Коннору и Пьеру Люку Дебуа. Будем надеяться, что он останется там как можно дольше. Евгений Малкин набрал очень достойную форму. На последней минуте первого периода матча с Коламбасом он помог отличиться Чаду Равиделлу, продлив результативную серию до шести игр. А на 12-й минуте третьего реализовал большинство и сравнял счет, чем помог Питтсбургу совершить камбэк. Малкин набирал очки в 15 играх из последних 16, а всего в 19 матчах чемпионат имеет на счету 21 балл. Павел Бучневич на седьмой минуте второго периода встречи Сент-Луиса с Чикаго сделал счет 2-0, забив свой 19-й гол в сезоне. Шайба стала для нападающего первой за три встречи. Всю игру он провел в звене с Робертом Томасом и Владимиром Тросенко, который после четырехматчевой результативной серии остался без очков во второй игре подряд. Их партнер Паблюз Иван Барбашов набрал очки в третьей игре подряд и впервые в карьере довел личный счет до 40 очков в сезоне. Нападающий Далласа Денис Гурьянов в игре с Баффало ловко подставил клюшку под бросок Эссы Линделла в большинстве и забил свой второй гол за последние три матча после 15-матчевой голевой засухи. В равных составах он вновь играл с Джейми Беном и Тайлером Сигином. Александр Радулов здорово сыграл в конце второго периода, когда за чужими воротами отобрал шайбу и организовал гол, в итоге ставший победным. Очко стало для Радулов первым за семь встреч. Андрей Свечников ассистировал обоим голам Каролина в первом периоде поединка с Эдмонтоном, в которых оказалось достаточно для победы. Особенно красивой получилась передача Андрея на первый гол Теева-Тировайнина, который был забит после суперперепасовки с участием всех пяти игроков Харрикейнс. А передача на второй гол стала для Свечникова 50-м очком в сезоне и тоже была частью отменной комбинации. Рейнджерс откровенно не удался матч с Ванкувером. Кеннекс не щадили Александра Георгиева, который вышел на лед с первых минут впервые с 27 января. Он пропустил по две шайбы в первом и втором периодах, так и не дождавшись помощи от партнеров. В третьем периоде Рейнджерс отыграли две шайбы, в том числе при участии набравшего первое очко за три встречи Артемия Фанарина, но еще один камбэк им совершить не удалось. Вратарь Айлендерс Илья Сорокин великолепно сыграл против Анахайма, оформив пятый сухарь в сезоне и восьмой в карьере. Он стал четвертым действующим вратарем в первых 30 победных матчах в НХЛ, оформившим не менее 8 шатаутов. Также в воскресенье Сан-Хосе одержал вторую победу за 10 матчей, переиграв Сиэтл, серия поражений которого достигла семи встреч. На этом на сегодня все. Еще больше подробностей матчей читайте в текстовых обзорах на nhl.ru. Меня зовут Сергей Демидов. Увидимся.